В сути, дорогие мои друзья и враги, вам тоже привет! Вы на канале Mobile Gameplay и это по-прежнему игрушка Injustice 2 Mobile. К сожалению, не вышло долгожданнейшее обновление 1.9, что-то там опять какие-то неполадки, его опять куда-то перенесли, но взамен у нас появилась Supergirl из Сидаба в сезоне Арены, очень интересно. И что же я хочу сегодня вам показать? Это мой новый аккаунт, как вы видите, и я на этом аккаунте хочу показать действия команды из Лиги Справедливости. Я не буду отправляться на Арену, потому что на Арене к нам будут в противнике предлагаться приблизительно такие же по опасности команды, а с такими командами мы рассчитаемся за считанные секунды. Я хочу вот поиграться в кампании в героической главе, какая это у нас глава, слушайте? Шестая глава, героический режим, и я хочу вам доказать, что эта команда делает действительно нереальные чудеса, и вот героическую кампанию я прохожу, ну, без проблем на данный момент. Я понимаю, что всю кампанию на двух сложностях у меня не получится пройти данной темой, но пока практически никаких затруднений нет, они выносят всех на два счета, и, ну, это очень круто. Это очень крутая команда, единственное, что может печалить, что скорее всего, но во всяком случае должны, во всяком случае, разработчики сделать так, чтобы как-то уравновесить игру, они должны каких-то персонажей добавить, которые, ну, грубо говоря, будут гасить эту непобедимую троицу, сюда же можно отнести и чудо-женщину мифическую, у меня ее нет, к сожалению, на новом аккаунте, но тем не менее, потому что если играть против такой команды на арене, то, ну, процентов на 80, что вы, скорее всего, возможно, проиграете. А в кампании это просто замечательная находка, потому что благодаря этой команде мы можем проходить кампанию. Тихо, 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 это было непредвиденное мира. Сейчас мы вынесем Бэтмена. Так вот, я думаю, что эту команду из Лиги Справедливости ввели вот для таких игроков, как я, которые, к сожалению, не могут, ну, или к счастью, наоборот, не могут там особые суммы донатить в игру, чтобы прокачивать снаряжение у персонажей и так далее. И вот благодаря такой команде мы, обычные игроки, не донатные, скажем так, мы можем проходить кампанию и фармить пыль посредством снаряжения, которое мы будем разбивать, чтобы прокачивать снаряжение более нужным своим персонажам. Вот, как бы вот так. И благодаря этой теме все-таки у нас получается проходить кампанию. Но лично у меня получилось проходить кампанию только после того, как у меня появились персонажи из Лиги Справедливости. Это сейчас я говорил про свой основной аккаунт. Так, двигаемся дальше. Я, ну, сейчас как пойдет. Я планирую 3-4 боя провести, чтобы просто, ну, с вами поделиться, ну, не знаю, относительно своей радостью, что вот на новом аккаунте у меня получилось добиться в кратчайшие сроки успеха того, что у меня уже есть два 4-звездных персонажа и крутых персонажей 4-звездных. Я вовремя начал играть, я успел киборга собрать. К сожалению, не 3-звездочки, но 2-звезды, и это очень круто. Тут, конечно, в этой команде нужно учитывать самый главный плюсик, самое главное достоинство, это, конечно, киборг. Потому что без киборга эта команда не делает такого ветра, который она делает с киборгом. Киборг у нас усиливает нашу команду урон основных атак, ну, на 200%, по-моему, или на 225, сейчас зайдем посмотрим. Так, пассивка Бэйна, он же у нас не блокируется теперь. Ну вот, вот, вообще никаких сложностей. Одним Бэтменом в считанные секунды я разнес команду, которая практически в 2 раза сильнее меня. Если бы я с такой же опасностью командой игрался бы сейчас в компании, но это была бы не команда из Лиги Справедливости, я со 100% уверенностью вам могу сказать, что, скорее всего, я бой этот не прошел бы. Поэтому, ну, это круто. Это круто, друзья, согласитесь. И я вот сколько играю с этой командой, я как бы всегда радуюсь так, по-детски, если можно так сказать. Потому что все получается очень легко и просто. И, ну, я не знаю, я вот испытываю какое-то наслаждение, что ли, от игры, когда играю этой командой. Потому что, когда вы продвигаетесь по компании, чем дальше вы продвигаетесь, тем, соответственно, сложнее. И периодически тебе надо действительно месяцами вкачивать каких-нибудь героев, которые у тебя есть в ростере, чтобы пройти тот или иной уровень. В случае с этой командой у вас получится все, и особо заморачиваться даже не надо. Ну, и, к слову, то, что вы видите, это вот наработки, ну, практически двухнедельные. Я новый аккаунт завел 4 декабря. Сегодня у нас 16 декабря. Ну, соответственно, вот 12 дней, чтобы добиться вот таких успехов. Я не знаю, хорошо это или плохо. Может быть, можно и больших успехов добиться. Но я сейчас, если честно, даю упор больше на новый аккаунт. Потому что, ну, у меня какое-то такое впечатление появилось, что на новом аккаунте у меня как-то быстрее получится прокачаться. Я пока в этом не уверен. Я не бросаю старый аккаунт, потому что как-то не хочется. Там столько было сил уложено, и там столько есть персонажей интересных из испытаний и так далее. Не хотелось бы терять старый аккаунт, и я его пока, естественно, не теряю. Но на новый аккаунт я сейчас больше прилагаю усилий. И, кстати, насчет моей лиги. Основный состав уже набран. Я не знаю, к сожалению или к счастью. Ну, наверное, в моем случае к счастью, что у меня все-таки получилось усилить эту цифру в 30 человек. И, к сожалению, тех людей, которые все же еще хотят вступить ко мне в лигу. Друзья мои, я могу объявить вам о том, что я хочу создавать второй состав. Если все-таки еще есть желающие, которые хотят ко мне попасть в лигу, я знаю, что они есть, потому что некоторые люди стучатся ко мне в контакте в ЛС. Я уже веду переговоры, скажем так, с одним человечком, которого я хочу поставить главным во втором составе. И если этот человечек согласится быть главным, то тогда у нас будет открыт набор во второй состав. Всех желающих жду, всех желающих приглашаю. В моей лиге царит равноправие, спокойствие и дружба. Я думаю, что это самое главное. А успехи, которые, возможно, у нас будут в нашей лиге, это дело, скажем так, не одного дня. Я не считаю, что будет интересно насобирать самых сильных игроков и потом смотреть, кто же как что делает. Мне кажется, намного интереснее собрать игроков, которые вместе с тобой будут развиваться. И радоваться или не очень каким-либо успехам, которые нас будут ожидать в будущем. Ну, я на это, во всяком случае, надеюсь. Как-то не совсем мне понятно, как работает блокировка силы у Аквамена. Потому что написано блокировка силы, но вот эта полосочка, там, где у нас сила показывается, она все равно двигается дальше. И мне, конечно, этот момент непонятен. Так, блок. Тихонечко мы же не хотим на ролике проиграть, правда? Давайте попробуем Аквамена вывести еще раз. Спокойно. Я даже немножко помолчу, потому что как-то такой напряженный уже пошел процесс. Ес! Ну, все, все. Три звезды и очередная... Ну, не глава, а как это? Ну, очередной эпизод из героической главы номер 6 пройден. И я такими успехами, я думаю, ну, скорее всего, я должен закрыть шестую главу героическую уж точно. Про седьмую я не буду говорить на героическом режиме, пройду или нет. Ну, в нормальном режиме, я думаю, семерочку я точно должен пройти. Шестерку в героике я закрою 100%. Тем более, что как бы персонажи будут прокачиваться и далее, опасность будет расти, поэтому прохождение тоже не будет стоять на месте. Ну что, друзья мои, сегодня я показал вам действия команды из Лиги Справедливости. Я думаю, что это действительно одна из лучших команд, лучших составов на данный момент в игре Injustice 2 Mobile. Ждем с нетерпением обновления. Я все-таки не покидаю от меня мысли, что, скорее всего, обновление должно быть во вторник. Но если учитывать дополнительные факторы, а именно то, что ввели на арену сезон с Supergirl из Седаба, который, ну, точно, как минимум 2-3 сезона должен продлиться, то тогда обновление может отложиться еще недели на полторы. Но я не хочу в это особо верить. Я надеюсь, что все-таки нас разработчики в ближайшее время порадуют какими-нибудь новостями. И мы в ближайшем времени увидим то, чего мы так долго ждем, а именно релиз режима Лиг. Друзья мои, вы были на канале Mobile Gameplay. Если вам понравилось видео, подпишитесь, поставьте пальчик вверх. Поставьте комментарий какой-нибудь, поставьте, оставьте комментарий какой-нибудь, если вам несложно. И не забывайте нажать на звоночек рядом с кнопочкой подписаться, чтобы вы не пропускали ни одного нового видео на канале Mobile Gameplay. Спасибо всем, кто продолжает находиться рядом со мной. До свидания. До новых встреч в эфире канала Mobile Gameplay. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Продолжение следует...